Так, ну что, ребят, всем привет! Сегодня будет очень интересный ролик по поводу эфириума. Упадет ли цена у нас на 300 долларов, либо подрастет наоборот до 3000 долларов, а то и выше. Ну и, соответственно, обсудим вообще ситуацию с замерзшей, что может пойти не так и так далее. В общем, заваривайте себе там чайок, кофеек, либо, соответственно, приготавливайте себе покушать и, соответственно, будем начинать. Когда эфириум вырастет до 5000 долларов, эксперты обсудили новый прогноз. Эта у нас новость вышла еще 8 августа, но не суть. Артур Хейс у нас предполагал, естественно, что может пойти ростом до 3000 долларов, мы помним. И, соответственно, Хейс считает 4 возможных сценария для цены второй криптовалюты на 31 марта 2023 года. Совпадение, да? То есть у нас XRP суд, по идее, должен закончиться в этой дате, да? И, соответственно, цена второй криптовалюты у нас должна подрасти. Ну, как бы, не случайно, я думаю, это все, в которых учитывается два факта. Изменение ставок в ФРС и слияние эфириума. Переход блокчейна на новый протокол, назначенный на сентябрь, 15-20 сентября, приблизительно. Вот, первый сценарий. Разворот ФРС, изменение политики регулятора и сторону уменьшения ключевой ставки и успешное слияние эфириума, по мнению экзеловые BitMEX. Это самый правдоподобный сценарий развития событий, по которому целевая цена эфириума составляет 5000 долларов. Но, опять же таки, это не будет за 4 месяца, понимаете? Это очень маловероятно. ФРС не меняет политику, но слияние эфириума проходит успешно, поэтому ожидаемая новость криптовалюты, вернее, ожидаемая стоимость 3,5 тысяч долларов, он говорит, будет. И, соответственно, ну, все может быть, опять же таки, если все проходит удачно, вполне может быть от текущих цен сделать еще там где-то 50%, может даже 2x, а почему бы и нет. Вот, поэтому ФРС не меняет политику, слияние эфириума проходит неудачно. На такой случай Хейс прогнозирует цену, равную недавнего минимума около 1 тысячи долларов. Ну, может быть даже ниже, но, в принципе, вполне логично. Происходит разворот политики ФРС, при этом неудачном слиянии сеть эфириума продолжает работать так же, как и сегодня. В таком случае цена по прогнозу Хейса составит 1,6 тысячи долларов. Ну, и поэтому говорить, что 8 августа цена колеблется в районе отметки 1,7 тысяч долларов, ну, в принципе, как и сейчас, где-то приблизительно в этом диапазоне, как мы видим. И, соответственно, предсказывает, что объем торгов уже там 12-3 миллиарда долларов. И говорит, что стакфляция не учитывает факта, а как минимум один самый главный, это как минимум мировую рецессию, которую уже никто не отрицает. Говорит и руководитель аналитического департамента Amarkis. И, по его словам, даже ФРС США, представители которой на протяжении полутора лет успокаивали биржи, утверждая, что инфляция носит кратковременный характер, ну, как мы видим, кратковременный в кавычках, теперь меняет свою точку зрения. Ну, естественно, перебываться это в их стиле. Именно политика ФРС с неумеренным вливанием ликвидности в экономику США подняла инфляцию до рекордного уровня в 9%. Ну, как бы, это было неизбежно. По его мнению, погасить его ставками на уровне 2,75% не представляется возможным. И, естественно, будет ставка дальше расти. Между тем, складываются факторы для дальнейшего роста цен в мире. Стоимость энергоносителей снижаться не будет. И он полагает, что ФРС будет вынуждена повышать ставки еще больше. Сейчас уже прогнозируется минимум, минимум 4,4,5% до конца этого года, что погрузит американскую мировую экономику в тяжелую стакфляцию. Ну, и, как мы видим, заседание у нас ФРС США. Смотрите, у нас будет 21 числа, сентября, я напоминаю, следующая дата у нас. Потом уже ожидается повышение ставки до 3,25. Это что значит? Сейчас у нас 2,5. То есть, получается, у нас будет повышение на 75 пунктов минимум, понимаете? А то и, может быть, на 100 пунктов, имейте в виду. Потом 2 ноября у нас заседание будет. То есть, уже ожидается ставка вплоть, типа, якобы будут повышать, если повысить до 2,5, типа, на 25 пунктов. Ну, посмотрим, опять же-таки. Потом будет еще 14 декабря заседание. Потом будет уже 1 февраля, 15 марта, 3 мая, 14 июня и 26 июля. Ну, как бы еще 3 заседания ФРС США в этом году. Поэтому посмотрим, может быть, они в 4 раза смогут понизить инфляцию, может быть, и нет. Ну, и, соответственно, у рядовых инвесторов возможности инвестиционных компаний на таком фоне будут сокращаться и портфель будет пересматриваться. Ну, в общем, предпосылки имеются, но гарантий никаких, естественно, нет. Поэтому имейте это в виду. Также вот у нас вышла новость, что в 2022 году через Торнадо Кэш было отмыто 75% грязных денег сети Эфира. Имейте это в виду. И специалисты компании Slow Mist выпустили новый отчет о безопасности по отмыванию денег. И Торнадо Кэш помог отмыть 75% от общего количества преступных средств в сети Эфирум. И всего через Торнадо Кэш в 2022 году было пропущено 300 160 эфиров, что составляет 75% от общего количества преступных средств. И еще 23,7% эфиров остаются на кошельках хакеров. И лишь 1,5% были направлены на централизированные биржи Huobi, FTX и Crypto.com, CRU. Всего, начиная с 2019 года Торнадо Кэш была отмыта денег на 7 миллиардов долларов. Ну и если говорить о биткоинах, то получается 50% биткоина в отмытых средств прошло через чип-миксеры, которые отмыли через Блендер и через криптомиксеры. Еще около 36,6% мошеннических BTC остались на ДСА злоумышленников. Поэтому вот такие вот новости, это тоже негативно для Эфира, естественно, может сказаться. Google также у нас запустил обратный отчет до активации замерч. Кстати, его я почему-то не нашел, я вот так вот вбил, у меня что-то не показалось. Поэтому технический гигант Google запустил у нас Doodle с таймером обратного отчета до активации замерч в сети Эфирум. Ну и как мы видим, соответственно, написал у нас в Твиттере чувак, что погуглите слияние, чтобы получить небольшой забавный сюрприз и признательность. Все так волнованы в тем, что гайдет и высоко оценивают работу, которая велась этими, получается, годами. Ну я вбил, нифига оно не показало. Ну и как мы видим, что такое вообще слияние у нас от Эфирума на официальном сайте. То в конечном итоге текущая основная сеть сольется с системой доказательства владения. Ну то есть просто переход на экологичный майнинг, proof of stake, proof of work. То есть уже с майнинга на видеокартах, на процессорах, там асиках и так далее. Все это перейдет на уже майнинг от валидаторов. И это станет концом использования доказательства работы Эфирум и ознаменует полный переход на доказательства владения. Планируется, что это будет предшествовать вводу цепочек осколков. Раньше мы называли это стыковкой. И это обновление представляет собой официальный переход и по-настоящему захватывающий шаг в реализации концепции Эфирума. Большей масштабируемости, безопасности и устойчивости. Поэтому также у нас как только произойдет слияние, проверка основной сети Эфирума, начнут заниматься стейки. Майнинг больше не потребуется, поэтому майнерам будет выгоднее инвестировать свой заработок вдоль новой системе доказательства владения BioConchain. Потом слияние цепочки осколков, ну и так далее. В общем, кто захочет более подробно почитать, я эту ссылку оставлю в описании. Также интересно, создали у нас сайт немцы, потому что, ну, вен это обычно на немецком так пишут. И как мы видим, когда у нас мерч произойдет, уже через 18 часов 35 минут и 34 секунды. Поэтому можете также отслеживать вот здесь вот данное обновление и когда же это все сможет у нас произойти. Также вот у нас разработчики Эфирума приблизили переход Эфирума на POS и вот говорят, что 15-16 сентября антировочно это произойдет после того, как у нас произошел хардфорк еще Балатрикс. Также в Банков Америка допустили рост институционального принятия Эфирума после мерч и возможность размещать Эфирум и генерировать более качественную доходность, более низкий кредит на риск и риск ликвидности в качестве валидатора или чей стейкинг также сможет стимулировать институциональное принятие. Также 6 сентября у нас Балатрикс была активирована. Бывший CEO биткоин биржи Артур Хейс допустил взлет котировок Эфирум до 3000 долларов. Также разработчики запланировали миграцию 15 сентября, но это мы тоже видели. По мнению, подобная ситуация отразится на экосистеме DABS и в качестве примера они провели DeFi проекта взаимного страхования Nexus Mutual, заметив, что он должен обеспечивать доходность своих резервов для превращения в альтернативу традиционным компаниям. Также CME группа у нас запустила Эфирум опционы 12 сентября и Чикагская товарная биржа CME запустила опционы на Эфир. Контракт предоставляет с собой один фьючерс на сумму 50 эфиров. Поскольку участники рынка ожидают предстоящего замерзшего Эфирума, потенциально меняющего правила игры, одно из крупнейших криптовалютных сетей, интерес к дериватировам Эфира растет и запуск наших опционных контрактов на Эфирум, особенно своего имени, чтобы предоставить сообществу один важный инструмент для получения доступа к Эфиру и управления им. Ну на самом деле, что такое опционы, это просто вы как бы фьючерсы, то же самое практически, что фьючерсы, только вы оставите колы и путы, то есть что-то такое, это когда вы оставите определенную цену и вот предсказываете, что вот Эфир к такой-то дате будет по такой-то цене. И даже есть такие умалишенные, я видел, которые ставят, что у нас до конца этого года Эфирум может достичь отметки в 50 тысяч долларов. Я думаю, вы тоже это видели, что, соответственно, на несколько миллионов долларов там чуваки поставили, или чувак один поставил, поэтому, ну я считаю, это нереальная отметка, даже 5 тысяч долларов маловероятно очень сильно. Если будет, будет зашибись, но пока очень сомнительно. Вот еще вышла новость, что комиссия Эфирум не снизится даже после выхода обновления за мягче. Разработчики заявили, что обновление не приведет к снижению транзакционных сборов. Ну, поэтому это обновление, по сути, ну, погоды не сделает. Да, будет лучше пропускная способность, но по факту, то, что все ждали снижения комиссии за транзакции, они там будут, но, по-моему, они там уменьшатся, по-моему, то ли на 10%, то ли пропускная способность, я уже не помню, я уже запутался, в общем. Короче, напишите в комментах, кто знает более точно. Комиссия зависит от спроса на отправку средств технического состояния блокчейна в конкретный период времени. Мерч изменит механизм консенсуса, но не поменяет принцип работы блокчейна. Вот, об этом тоже важно помнить, а многие думают, что там комиссии снизятся. Обновление не окажет влияния на пропускные возможности сети, они останутся прежними. Вы видите, здесь одна информация, хотя я видел, пропускная способность, типа, на 10% всего лишь там увеличится, и скорость транзакции увеличится, но комиссии как были конскими, так и останутся. То есть, главной целью сентябрьского форка остается переход на POS ради снижения энергопотребления. Ну, скорее всего, регулятор потребовал, и, как бы, ну, говорят, что на текущем этапе у нас в начале мая достигло 196 долларов на фоне высокой сетевой эффективности, и в августе среднесуточное число операций на блокчейне снизилось на 1 миллион. Вот, также обновление эфириума, выставит ли эфириум сеть или рухнет, как карточный домик. Обновление одна из самых обсуждаемых тем, ну и, соответственно, создает проблему. У нас в этой статье приблизит читателей к проблеме, которая на самом деле уже существует в эфириуме. Это зависимость от институционалов, контролируемых ОФАК, и, соответственно, она может привести к цензуре транзакций в блокчейне. И, соответственно, это контролирующий орган США, который находится в ведомстве Министерства финансов страны. Он следит за наблюдением торговых и экономических санкций и может, например, замораживать активы людей, а иногда даже и компаний. Ну, в общем, централизации все боятся. Ну, она, как бы, и так есть, ну, не знаю. Как бы, недавно ведомство запретило платформу Tornado Cash и арестовало ее создателя, гражданина Нидерландов. И после того, как страсти улеглись, люди начали размышлять, а не захочет ли у нас OFAC заняться и другими криптопроектами. Возможно, вопрос о возможной цене со стороны становится все более актуальным. И способна прикрыть Tornado Cash, что ему помешает проделать такой же тарюк из эфириума Proof of Stake. А что ему мешает сделать то же самое на Proof of Work? Ничего. Вот, некоторые пользователи указывали на эту проблему, поскольку они боятся зависимости от некоторых крупных валидаторов. Эфириум, который находится в США, следовательно, могут быть вынуждены соблюдать требования со стороны OFAC. Вот, чего ожидать от эфира у нас вообще заключение. Тут очень длинная статья, тут приведены различные метрики, описано, как этот весь процесс будет происходить. Ребята, оставлю статью, кто захочет почитать более подробно. Если нужен отдельный разбор, напишите в комментах, я сделаю. Но, если подвести итоги в заключение, то три самых существенных аспекта того, как обновление мерч повлияет на эфириум, о которых надо знать инвесторам. Это предстоящие изменения в эмиссии сети, динамика стейкинга и дорожная карта дальнейшей разработки. Помимо этого, переход на пост может повлиять также на другие аспекты. Это, включая публичные дискурсы о блокчейнах и их энергопотреблении, конкретное значение TTD, на котором произойдет активация замерча, разработчикам протокола еще предстоит определить. По прогнозам, это должно произойти где-то этим летом или в начале осени. Ну, опять же таки, статья, я так понимаю, у нас вышла 18.05. А, это в мае еще статья вышла, но не суть. В общем, разработчики могут дальше откладывать активацию как мерча, так и бомбы сложности. Если дальнейшее тестирование обновления выявит неожиданные ошибки в коде, это далеко не последнее крупное обновление в сети. За успешной активацией замерч последуют другие хардфорки. Ближайший из них это Шангай, в котором будут реализованы другие изменения в эфириуме и, включая масштабируемость и оптимизацию эфириумом Virtual Machine. Вот, ни один блокчейн масштаба эфириум никогда не пересматривал полностью свой протокол консенсуса. Новизна и масштаб настолько радикального изменения инфраструктуры эфириума сопряжены с техническими рисками. Кроме того, постсети в целом уязвимы к рискам централизации со стороны крупных держателей токенов, таких как биржи и стейкинг пула. Наконец, сложность протокола эфириума, которая, впрочем, росла и всегда с самого первого хардфорка в 2015 году, усугубится еще больше из-за двухсетевой структуры мерч. Таким образом, активация мерч это обоюдоострый меч, который, с одной стороны, должен укрепить инвестиционный нарратив эфира, как экологически устойчивого производительного актива и средства сохранения капитала, но, с другой стороны, сопряжен со значительной сложностью и техническими рисками. Также интересная картинка, что у нас история хардфорка в эфириума, соответственно, вот они происходили с 2015 года и, как мы видим, обычно, ну, какой-то корреляции я не заметил, но, в целом, если посмотреть, то, в принципе, на относительном дне это тоже происходило по эфиру, ну и, как мы видим, следующий хардфорк у нас, в принципе, может произойти дальнейшее падение. Поэтому, если посмотреть, то здесь было падение, здесь было падение, 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 нет, здесь был рост один раз, здесь был тоже рост, но, в принципе, 50 на 50, как мы видим, либо на относительном дне, либо перед финальным падением еще был у нас хардфорк, поэтому имейте в виду, что такая вот история у эфира. А вот лучшее и худшее время дня для использования эфириума, как мы видим, самый простой трюк просто избегать совершения транзакций в определенное время дня, это у нас сэкономить деньги при использовании блокчейна и новое исследование криптовалюты FlipSight показывает, что цепочка блоков эфириум демонстрирует вполне определенные закономерности перегрузки, которые опытный пользователь может использовать, чтобы платить меньше за газ. Аналитики выбрали среднюю комиссию начиная с января 2020 года и столбцы представляют собой медианное значение, расположено большее количество точек, а точки выброса. Ну, как мы видим, у нас график показывает в среднем блокчейн наиболее перегружен с 13 до 18.00 по всемирному координированному времени, то есть по UTC, то есть если брать по Киеву и Москве, то это у нас где-то с 17 до 21.00, вот приблизительно вот такое вот время. Я так понимаю, что примерно соответствует торговой сессии в США. Вот, вероятно, это не совпадение, поскольку в это временное окно Европа и США полностью бодрствуют и работают. Например, наименьший загруженный период, это у нас 21 и 23 UTC, то есть это прибавляем 3 часа, это у нас где-то с 12.00 до, получается, с 12 до 2 часов ночи, может даже до 3.00. Это тоже имеет смысл, рабочий день США подходит к концу, Европа готовится к сну, а в Азии еще очень раннее утро. В дополнение к более низким средним значениям, вечерний период UTC также имеет меньше выбросов, поэтому вот такая вот интересная тоже информация. Еще у нас опубликовал твиттер такой как Галстук, да, ну, Затай на английском, ставки финансирования ЕТХ упали до минус 80% после слияния, и поскольку инвесторы платят все более высокие кредитные расходы, чтобы хеджировать длинные спот позиций при слиянии в четверг, скорее всего, это комбинация защиты от падения трейдеров, оценивающих ЕТХ в цепочке ПОВ, поэтому вот такой вот график, и имейте это также в виду. Этим летом также у нас доллар, ну, в долларом эквиваленте ЕТХ значительно опередил у нас биткоин, и в относительном выражении вероятно катализатором является формирование предкрешения ведущих, ведущих к слиянию. В последнее время цена ЕТХ упала, а цена BTC выросла. Может ли это быть признаком того, что трейдеры готовятся продавать новости на новости о слиянии? Ну, посмотрим, как будет на самом деле. BTC и USD также в последнее время наказывают у нас медведей после непродолжительной консолидации. Пара у нас установила новый многонедельный максимум 22400, но биткоин у нас упал, я напоминаю, до 20000 уже, поэтому побыли лонгистов между тем, как индекс доллара США продолжает расти от своих локальных минимумов, так как ужесточение денежно-кредитной политики в США укрепляет валюту, естественно, и будет продолжать ее укреплять, и падение, я думаю, продолжится, и минимумы мы еще обновим. 17500, поэтому не парьтесь. Преддверие слияния ставки финансирования в ЕТХ стали резко отрицательными, так как инвесторы уходят в шок, чтобы хеджировать крупные спотовые позиции для аэрдропов в эфиреум. Поэтому тоже вот такой вот у нас показатель. И также чейн-анализис у нас допускает расхождение цен между эфиреумом и биткоином после слияния, и цена эфиреум может показать независимую динамику от других криптовалют. Предстоящее слияние у нас, рост интереса со стороны институциональных инвесторов, привлечет ожидаемую доходность 10-15% годовых, и показатели будет повышать доходность финансовых инструментов, таких как облигации и сырьевые товары. И говорят, что цена у нас неуклонно растет, и получается рост после мерч более быстрыми темпами подтвердит гипотезу о том, что институциональный инвестор действительно рассматривает стейкинг, второе повеличение криптовалюты по капитализации, как хорошую стратегию получения прибыли. Эксперты также обратили внимание на несоответствие цены эфиреума, его ассентитетических аналогов, которые высвобождают заблокированную смарт-контракте стоимость. Вот смотрите, интересный еще график. Хотел показать корреляцию эфира с биткоином. То есть корреляция, смотрите, практически один к одному на 90%, как мы видим. Ну то есть показатель у нас 1%, ну то есть единица это полностью коррелирует, а эфир у нас коррелирует на 0,89%. За последние 3 месяца на 0,88%, за год 0,89%, за последние 2 года на 0,89%. Поэтому вот такая вот корреляция. То есть, ну сейчас, как мы видим, небольшая корреляция имеется, но это лишь исключение из правила, поэтому что лишь его и подтверждает. И, соответственно, внимание на несоответственные цены, и шанхайское обновление через 6-12 месяцев после мерч позволит вывести актив, что обеспечит большую ликвидность. Для игроков и сделает стейкинг более привлекательным. Эксперты также упомянули от отказа от неэкологичного майнинга со снижением энергопотребления более чем на 99%. Это повысит комфорт инвесторов, нацеленных на соблюдение стандартов ESG. И напомним, что разработчики эфириума активировали обновление BLATX в том числе, и ранее GlassNote пришли к выводу, что после активации замерзшей криптовалюта эфириума, скорее всего, станет дефляционной. Но она и так дефляционная, потому что сжигание есть. Но имейте в виду, ребят, что сейчас эмиссия у эфира не ограничена, в отличие от того же эфира классика. Вот, и того же равенкоина, допустим. В апреле бывший генеральный директор предсказал, что эфириум к концу 2022 года превысит 10 тысяч долларов. Он говорит, превысит даже, понимаете. Ну, сильно я сомневаюсь, поэтому не питайте иллюзий. Вот, он также предположил, что к активу будут относиться как к товарным облигациям. Теперь по поводу цены. Лонгистов у нас побыли. Ребят, имейте в виду также, что у нас ликвидность не собрана вот здесь. Не собрана ликвидность вот здесь. Поэтому вполне я предполагаю, что после заседания ФРС США, как только объявят, что они повышают ставку на 75, а то и на 100 пунктов, рынки, ну, не буду говорить матом, в общем, упадут очень сильно. И могут обвалиться и обрушиться. Поэтому имейте в виду, что мы можем увидеть эфир опять-таки по 1000 долларов, а то и ниже. Увидим ли по 300 баксов? Ну, покажет время. Но что мы увидим по 1000 долларов, если повысят ставку на 75, а то и на 100 пунктов, что, скорее всего, произойдет с большей долей вероятности, то, так как ФРС США захочет у нас понижать этот, ну, инфляцию до 2%, до эталонной, да, в 4 раза, то однозначно, я считаю, понижение у нас произойдет. Кто хочет докупиться сейчас? Ребят, ваше право. Ну, в первую очередь, естественно, чтоб я тарил, это биткоин. Естественно, биткоин. Но, как мы видим, цену давят. Вот даже если открыть какие-то криптовалюты, давайте тоже Zcash, допустим, для примера. Zcash цену давят. Давайте ETH Classic посмотрим. То же самое, сейчас давайте глянем. То же самое, цену давят. Ну, допустим, IEF тот же самый. Тоже цену давят. То есть, цена падает вниз, как мы видим. И вот показательный пример, тот же Algorand. Как мы видим, свечи вообще у нас были красные. То есть, ну, цену все равно давят. Где-то выкупают. Ну, опять же таки, выкуп этот в моменте. Вот, по-моему, поэлис было снижение, насколько я помню. Да, видите, цену давят вниз. Красные свечи, поэтому для меня это индикатор. Обязательно тоже смотрите остальные криптовалюты. Это вам такая подсказочка. То есть, может быть, что цену давят. Видите, тоже, ну, то есть, уже вот этот рост, видите, был и больше половины вот этой свечи задавили вниз. Тем более пониженные объемы. Ну, я сильно сомневаюсь, что будет дальнейший рост. И типа вот сейчас уже разворот. Тем более в преддверии принятия ставки. Подождите недельку, и тогда уже можно будет смотреть. Понятное дело, в цену все заложено. У кого, скажем так, наторплячка, и хочется закупиться сейчас, закупайтесь. Но будьте готовы к тому, что падение на 15, а то и на 10 тысяч долларов, оно неизбежно. Ну, и как мы видим, объемы у нас продолжают падать. Поэтому торопиться сейчас, я считаю, смысла нет. Поэтому ждем заседания ФРС. А там уже закупаться вам либо нет, выбор за вами. Более подробная аналитика. И когда я буду закупаться, я отпишу в закрытом клубе. Пишите, что думаете по поводу слияния замерз. Будет ли эффект стоить 3 тысяч долларов, или даже 10 тысяч или 50 тысяч после него. Поэтому посмотрим. Всем удачи, всем пока. Жду ваше мнение в комментах.